Кингисепский краеведческий музей подвел итоги года 70-летия победы в Великой Отечественной войне. В зале воинской славы собрались старые друзья и фронтовые товарищи. Встреча членов ветеранского клуба стала ежегодной традицией. Пока она сравнительно молода, но уже есть чем гордиться. Во всех школах торжественные мероприятия. Они все были необычные, они все были очень патриотичные. В каждой школе был свой стиль, не повторялось ничего. Все было очень интересно. Мы провели очень много открытых уроков. Мы выпустили книжку совместных библиотектов «Хранители памяти» о тех солдатах войны, наших кингисепцев, о которых никогда не писали, о которых никогда на телевидении нигде не говорили. Но это были солдаты, которые обеспечили нам мир, нашу мирную жизнь. Пришло время благодарить тех, кто ведет неоценимую работу с молодым поколением, рассказывает о страшных годах войны, делится воспоминаниями и посвящает в жизненные истории героев. К сожалению, с каждым днем их все меньше. И все ветераны, состоящие в клубе, стараются внести свою лепту в сохранение памяти и поиск преданных забвению. Здесь общались с одним очень интересным человеком, который тоже написал книжку Александра Ивановича Шевченко. Вот этот Александр Иванович Шевченко несколько раз был у меня. Мы бегали по этим всем окопам 2-й дивизии народного ополчения и много мы с ним общались. И он мне просто такой фразой, что говорит, что здесь собираются построить новый микрорайон, и там уже планируется назвать улицу цветочная, сосновая, рябиновая, но чуть-чуть не голубая. Я говорю, а почему мы не назовем? У нас в Ивисевском районе вот такие значимые фигуры выглядят. Почему бы не называть новые улицы именами героев, которые все сделали для того, чтобы свободная жизнь на них продолжалась? Хорошие идеи должны притворяться в жизнь.